Еще раз ассаламу алейкум. Поздравляю тебя с победой. Это один из значимых побед в твоей карьере на сегодняшний день оказался. И в ходе боя было немножечко понятно, что ты все-таки его перебил, почувствовал, и он лег. Мы тоже думали, что сейчас встали, а ассалам сейчас выиграл, выходит. Нет, он встает и идет. Насколько ты это оценил? И были ли вообще идеи заканчивать бой заранее? Да, я думал, что после первого нандауна, я уже думал, что все, он не встанет. Он устал, молодец. Ты в этот момент как-то, мне кажется, даже выложился немножко. Да, полностью выложился. Я полностью выложился в этот удар. А как с бензином-то тогда будет после такого раунда? Ну, смотрю, он держится, все удары держит. Поэтому уже потихоньку-потихоньку он работал. Стабильность переключился, да? И мы знаем, что ты до сегодняшнего дня набрал уже хорошую фан-базу. Ну, соответственно, из Таджикистана, да, там, ближайшие. В Екатеринбурге тебя уже начали знать. И из твоих земляков, так скажем, братьев, Шавкат-Рахим Гинзлям стал чемпионом мира. Насколько это как-то может быть сказалось на твоей карьере? Или тебя мотивируют такие подобные победы? Да, это мотивирует. Мы с Шавкатом, можно сказать, в одной сборной были. Я с Шавкатом, Мухаммадом, да. В троем. В троем сборники были. Мы хотели на любителях стать чемпионом мира. Мы пошли, пошли. Вот у нас этот, сейчас везде так. Просто у нас не было финансовая поддержка. Мы пришли на профессиональный, чтобы реализировать здесь свои мечты. Свои навыки. Да, свои мечты. И вот Шавкат показал, что все возможно. Я этому очень рад. И мы тоже за ним идем. Я ему хаммаммад. И это тебе сомнений в себе, соответственно, не оставляет. И один из ярких бассейн на сегодняшний день является Мухаммад Якубов. Это твой прав, это твой родственник. Наверное, даже конкретнее, если сказать, тот человек, который даже поспособствовал, чтобы ты оказался в РССР. Это правильно вы сказали. Правильно. Правильно сказали. Это он, благодаря ему, я сегодня здесь и выступаю. Когда я у себя боксировал, это в 2012 году, когда я впервые стал чемпионом мира по любителям, ну, по юноче. По юноче стал. Чемпионом мира по юноше. По юноче стал. И мы в одном зале были. Ну, из-за семейной ситуации он приехал в Россию и здесь занимался. В Питере он приехал. А в Питере у Вида Владимир Занятий тренер. Он долго вел его даже в СССР. Он с ним занимался, он показал хороший результат. Он каждый год приехал домой на родину Адиха. И мне позвал. Давай, давай, давай. Я знаю, то и получится в профессиональном боксе, то и получится. Три раза я ему отказал. Три года это причем. Зачем? Ну, просто не хотел. Уверенность? Нет, уверенность у меня была просто у меня после отбора Олимпиады, которые я в финале. Мне не дали бой. Ты перегорел? Да, у меня все. После этого поражения. Это мое первое поражение. После мира я хотел стать самым молодым участником Олимпийской игры. В Лондоне. История Таджикстана. История бокса. Да. Мне 16 лет был. Я в финале, мне не дали бой. И я после этого, я все. Повлиял? Повлиял, да. Я приехал и оставил чуть-чуть, лет 3-4 бокс. И после этого Мухаммад. Ну, все-таки, слушай, я помню первые твои бои, каким ты приехал, в какой форме ты был. Но сейчас это очень достаточно хороший прогресс. И насколько сейчас это хорошо отмечается именно со стороны, наверное, спорта, Минспорта, может быть, Таджикистана. Они как-то с тобой на связи? Или все-таки ты такой символичный, так скажем, представитель? И такой хорошо. Не, не, не. У меня сейчас хорошая команда. У меня хорошие спонсоры сейчас. Слава. Да, слава Аллаху. У меня хорошие спонсоры. У меня этот клубец, который я представляю, Гауди-Шариф. Да, да. Еще Зумрад у меня, это санаторий. Проглачаю всех. Обязательно когда-нибудь с нашей командой. Да, приехать, там лечиться можно. Все. Это Зумрад и клубец. Мухаммад и все остальные. А Мухаммада сегодня не было? Не было в углу. Он был. Да. Он подсказывал мне в углу. Слушай, а что тогда с лагером знаменитого легендарного боксера Фредди Роуча? Может как-то можно тебя тоже будет туда сводить? Да, да, да. Или все-таки пока тебе хватает лагер в Екатеринбурге? Ну, пока что хватает, если бой будет какой-нибудь серьезный, да, отборочный, можно туда съехать и заниматься у легендарного тренера. Ну, тем не менее, мы хотим с отбором сейчас воспитывать Дазарина достойный чемпион. Да, хороший тренер. Он хорошо понимает, хорошо говорит, что надо делать. В углу не паникует, самое главное. В углу он тихо разговаривает, не паникует. И вот это самое главное. Если в углу будет кто-то паниковать, и ты уже нервничай паниковать. И все, можно бой проживать. Слушай, у тебя есть хорошее качество, да, перебил тебя. Хочу отметить, пока не забыл, ты хорошо слушаешь свой угол. Да. Я это с первых, со вторых. Ну, каждый раз за твоим боем наблюдаю. У многих боксеров с этим проблемы большие. То есть, ну, все-таки, как бы, видимо, мы генетически или природно одарены немножко, не тем иным, да, или все-таки это боксерская IQ. Но, насколько я тебя знаю лично, ты очень хорошо слушаешь свой информацию. Я верю. Самое главное, это, ну, спортсмены, самое главное, это, чтобы ты поверил своему углу. Да. Вот это, да, доверил. Команда. Команда. Если мы команда, я тебе доверяю. Все. Да. Если я выйду, ты что скажешь, со стороны виднее скажем. Да. Со стороны виднее. То есть, у тебя такая философия? У меня такая философия, я слушаю всегда тренера, братьев, вот, Мухаммада, Шарифа, всех я слушаю. Что надо делать, они подскажут, я это делаю и это проходит. Спасибо. Как говорится, Саламат и Бушет, Ака, да? Да. Поздравляем у тебя.